Год назад я предупреждал о том, с этой же трибуны о том, что себестоимость зимой пшеницы у нас в 2022 году будет порядка 10 тысяч рублей. Даже 12. И правда некоторые предприятия, у нас сейчас если посмотрим разбежку по себестоимости, она от 6 до 12 тысяч. Это регионы Ставрополь, Ростов, Волгоград, Воронеж и Краснодар. Что в этом году получилось с ситуацией? Если в прошлом году, позапрошлом, у нас разница между классами по стоимости была копейки 10-20 копеек. И большинство сельхозтоваропроизводителей считало нецелесообразным выращивать пшеницу 3-го класса. То в этом году повторилась ситуация 2017 года, когда разница между стоимостью по классам зерна составляла не копейки, а рублей. К примеру, 3-й класс с клейковиной 25 и протеином больше 13, у нас стоил не меньше 14 рублей. И сейчас он стоит не меньше 13,500. В то же время фураж, где протеином меньше 10-9, он стоит не больше 10 рублей. Ну, может чуть больше, 100 как продает. В основе проблем, которые мы получили, это началось с осени прошлого года, когда мы недовнесли должное количество фосфорных удобрений. Я говорил всегда, что в основе минерального питания азимой пшеницы должно лежать не какое-то локальное изучение какого-то отдельного элемента. Там азота, фосфора. Это целый комплекс. Потому что, когда мы что-то вырываем в отдельности, мы не видим в целом картину. Чтобы в целом увидеть картину, нужно иметь большой охват массив данных. Вот, к примеру, мы обслуживаем 5 типов черноземов. Это типичный, выщелоченный, обыкновенный, южный и черноземо-аллювиальный. Вот только по черноземам 5 типов. Три типа по каштановым почвам. Темно-каштановое, каштановое, светло-каштановое. Я не говорю за солнцовый комплекс. Поэтому, когда переносить данные, полученные на черноземы, выщелоченным, даже на чернозем обыкновенный, уже совершенно другая картина получает. В основе всего лежит почвенная растительная диагностика. Диагностика начинается у нас с 3 почвенных диагностики и 3 растительных. Тогда мы гарантированно получаем тройку, можем получить двойку под заказ. В этом году предприятия, которые получали 7-8 тонн с гектара, они получили тройку с протеином от 13,5 и выше. Та же самая картина была в 2017 году. С чего, какие особенности были периода 2021-2022 года? Мало было внесено удобрений, я уже сказал. И в этом году, если мы посмотрим по Ростовской области, у нас больше полумиллиона гектаров в Ростовской области посеяно азимой пшенице без удобрений вообще. Понимаете, к чему это приведет на следующего? Это все так называемая экономия. Незначительное количество у нас проводилось почвенной диагностики 2. Это когда вот сейчас мы проводим. И сейчас мы проводим почвенную диагностику 2. Мы видим по Краснодарскому краю, по Ставропольскому краю, по Ростовской области, что после пропашных предшественников, таких подсолнечных и укурузов, дефицит минерального азота в почве достигает 40-50 кг в действующем веществе. То есть выпавшие осадки способствуют активному разложению растительных остатков. Биологию мы в данном случае мало используем. Хотя вот именно тот фактор, когда надо использовать именно биологию. Потому что та же триходерма, она существенно позволяет сократить удобрения минеральное при несении осени. Так вот, сейчас повторяется в каком-то роде картина осени прошлого года. Если мы в прошлом году констатировали, что по колоссовым пропашным предшественникам были большие дефициты азота, то же самое мы повторяем в этом году. При этом по таким предшественникам, как бобовые, крестоцветные и пары, дефицита, как правило, не наблюдается. И период зимы прошлого года получился следующий. Выпало 200 мм осадка. Кто осенью прошлого года вносил компенсационный азот осенью, весенние дозировки оказались в три раза меньше, чем те предприятия, которые осенью эту подкормку не проводили. Вот она почвенная диагностика номер один. Мы определяем, какие фосфорно-калийные удобрения нам нужны и какие мы рекомендуем сорта или гибриды. Почвенная диагностика 2. Это то, что проводится сейчас. Вот видите, это в прошлом году. В этом году картина один в один повторилась. После кукурузы большие дефициты по азоту в полуметровом слое. После бобовых дефицита нет. Что произошло осенью, вернее весной текущего года? Из-за того, что минеральный азот, в частности нитратная форма, был промыт на глубину более метра, этот азот оказался недоступен для растений. Причем эту картину мы наблюдаем не только в Краснодарском, Ставропольском краях, но даже в отдельных районах Волгоградской и Воронежской областях. И сейчас, если мы посмотрим, по Российской Федерации, относительно прошлого года у нас почти 2 миллиона гектаров недосеяно азимой пшеницы. И в некоторых регионах, в частности в Воронежской области, недосеяно, потому что за период сентября по нынешнее время выпало больше 300 миллиметров осадков. То есть реально не могли посеять. Прохладная весна у нас была. Поэтому обычно мы рассчитываем на то, что начинается минерализация растительных остатков. И это компенсирует часть минерального питания. В этом году такого не произошло. Получился большой дисбаланс между азотом и фосфором в период трубкования калашения. Кроме того, вылезли дефициты таких микроэлементов, как цинк и железо. Дальше в июне быстрое нарастание температуры. И тот дефицит азота, который образовался в фазу калашения, он ничем не компенсировался. Ну и добила всю ситуацию затяжная влажная уборка. Которая наблюдалась и в Краснодарском крае, и в Воронежской области. А в Орловской области до сих пор еще не убрана озимая пшница. Далее починная диагностика номер 3. Весной мы определяем запасы влаги, распределение нитратного аммонийного азота и определяем дозы подкормки. Что касается видов применяемых удобрений, то здесь во многом зависит от того, какие дефициты. То есть, если дефициты небольшие, то мы можем ограничиться сульфатом аммония, кассом. Если дефициты серьезны, то альтернативы аммиачной селитры нет. Факторы, определяющие ранневесенние подкормки, это, я уже сказал, запасы влаги, наличие растительных остатков, распределение минерального азота, сроки возобновления вегетации. Потому что от срока возобновления вегетации во многом зависит, как идет нарастание вегетативной массы. Если мы посмотрим на текущую ситуацию, то у нас есть посевы, которые уже фактически имеют 20 миллионов стеблей. Это называется неконтролируемый агрофитоциноз. С ним крайне сложно работать. И есть посевы, где на сегодняшний день только-только появляются всходы. Я имею ввиду зону ЮА Российской Федерации. Дальше. Большое значение имеет, какая густота, степень агрохимической эффективности сорта, сохранение надземно-вегетативной массы, сохранилась она или нет за период перезимовки, и распределение осадков за март-июнь. Растительная диагностика нам показывает, насколько правильно, точно, эффективно мы применили те удобрения, которые планировали. Она четко показывает, где, как, кто сработал на конкретном поле. И дальше мы начинаем вопрос, решаем вопрос, работу над ошибками, так называем. То есть проводим здесь не корневые подкормки, здесь на первое место у нас выходит КАС, вот, в период скущения, выход трубку. А после растительной диагностики номер два уже на первое место выходит карбамид. Почему необходимы листовые подкормки? Ну, невозможно практически одновременно в предприятиях на больших объемах учесть все факторы. Диагностика выход трубку, корректировка идет дальше. В этом году проблема, которую мы получали, это то, что среди микроэлементов, которые используются у нас на рынке, в основном комплексные соединения. То есть там набор микроэлементов. А если вылазит отдельно, допустим, цинк и железо, нам и надо работать отдельно цинком и железом. То есть мы не решаем проблему дефицита микроэлементов, когда работаем комплексным соединением. Надо конкретно работать по диагностике конкретным микроэлементом, понимаете? Вот смотрите, вот здесь вылазит, видите, вот что по диагностике надо из микроэлементов. Вот цинк 40 грамм, 20 грамм кобальта. Все, больше ничего не надо. Не надо мудрить комплексным соединением. вы носите его, вы не решаете проблему, понимаете, в чем вопрос ну и в завершении, когда уже в фазу калашения у нас завершающая подконка мы оцениваем уже и хозяйство решает для себя вопрос, остаться на четвертом классе или работать на третий класс все, Николай